Приветствую вас, я прочитал ваш текст и думаю, что мужчина хотел бы к вам вернуться, мужчина хотел бы быть с вами, вот, но почему-то он уверен в том, что он не справится, почему-то он уверен в том, что у него не получится, почему-то он убежден, что он не сможет дать вам того, что вы хотите. То есть совершенно очевидно, что мужчина не держит на вас зла, совершенно очевидно, что мужчина не пытается с вами как-то конфликтовать, вот, совершенно очевидно, что человек наоборот пытается поддерживать контакт, но как-будто делает это очень неуверенно, делает это с опаской, делает это робко, делает это так, как-будто его в любой момент могут пресечь, там и так далее. И, вы знаете, причина этого может быть только в том, что вы не особенно мужчину подавляете. Ну, либо выбираете за бессильноправленно слабых мужчин, мужчин слабее вас, которые вот так вот себя ведут. А я бы, возможно, указал бы вам на сексуализацию, как механизм психологической защиты перед близостью. Вот. Плюс, вы мне показались достаточно сильной волевой женщиной, это тоже в некотором случае мужчин подавляет, и вы можете интенсивно выбирать таких мужчин, которые в духовном плане не представляют для вас конкуренции. Мне кажется, что в отношениях вы тоже стремитесь занять такие первые роли, ну, опять же, могу ошибаться, вы, скорее всего, со мной не согласитесь, но, тем не менее, не так этот момент ведутся. Вот. А что ещё? Вы интересуетесь мужчиной, но по факту ваша ошибка именно в этом заключается, что вы пытаетесь понять человека вместо того, чтобы понять себя. На самом деле, не так вот так важно, почему человек делает те линии действия, да? Важно то, что хотите вы, потому что жизнь ваша, в том числе и жизнь вашего ребёнка тоже. И если вы хотите быть счастливой, то для этого вам нужно что-то делать, для этого вам нужно предполагать какие-то усилия, понимаете? И, собственно, собственно, совершенно очевидно, что мужчина делает какие-то шаги в сторону вас. Ну, может быть, он считает, что вы никогда, никогда его не простите. Может быть, он считает или чувствует, что он недостоин того, чтобы к вам возвращаться. А может быть, он чего-то ещё боится, например, боится нашей миссии или чего-то ещё. Обратите внимание на то, что он состоятельный, и при своей состоятельности он всё равно бросает вас с ребёнком, что обычно состоятельные мужчины, ну, не бросают женщин с ребёнком, да? Потому что, ну, им проще как-бы откупиться, проще как-бы быть рядом, да? Видите, вот зачем состоятельному мужчине вас бросать? То есть, видимо, были какие-то для этого причины, были какие-то для этого присылки, скорее всего никак не связаны с вашей беременностью и с вашим ребёнком. Вот. Соответственно, если это так, то с этим нужно работать, если это так, то это нужно раскрывать. Вот. И почему так важно понять, с чего вы хотите? Потому что если вы для себя этот момент определите, то есть, с чего вы хотите, что вы сможете выбрать для себя модель поведения, модель поведения, а такую, которая устроила бы вас полностью. То есть, если вы хотите попробовать с мужчиной отношения, ну, пойдите на встречу сами, помогите ему, сделайте что-то. Только не соглашайтесь на примирение без каких-то решений. То есть, обязательно обратите психолог к специалисту, семейному, семейному консультанту, психологу для того, чтобы разобраться с тем, почему это произошло. Вот. Если вы не хотите с этим мужчиной, ну, как бы больше иметь ничего общего, то опять же так ему и скажите об этом, что у него нет шансов и живите дальше. Ага, нет смысла разобраться со своими чувствами, да, то есть, с тем, что вы чувствуете, с тем, что вы хотите, с тем, что вам важно. Мне так кажется, это тоже очень важный момент, потому что есть продрение, что со своими чувствами и эмоциями вы находитесь в невладах. Вот. Я, конечно, не буду утверждать этого наверняка. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, такая вот история. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.